Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я встречаюсь с мужчиной, было все хорошо, но в последнее время он начал от меня отдаляться. Первый не пишет, не звонит, не предлагает встретиться, не интересуется моими делами. Престал делать комплименты, отмазывается занятостью. Инициатива общения исходит только от меня. Он не игнорирует меня, но при этом проявляет холодность. Я проявила навязчиво статка и, откровенно говоря, достала его расспросами. Пыталась выяснить отношения и знать, что он чувствует ко мне и чувствует ли вообще что-то. Но тогда он закрылся еще больше и стало еще холоднее ко мне. Это конец отношений. Он просто пользовался мной, пока ему это было интересно, а потом решил выкинуть как ненужную вещь, как мне быть дальше в этой ситуации. Я очень хочу сохранить и продолжить наши отношения. Как их наладить и вернуть все, как было. Ну, в первую очередь, хочется вам сказать, наверное, о том, что чувствуется у вас обида, чувствуется у вас боль и чувствуется некое такое, знаете, я бы сказал, даже фатистическое, что-то в том, что вы пишете, что выкинули вас, как ненужные вещи и так далее. Во-вторых, мы вам не скажем, что произошло и почему человек поступил вот так, как поступил. Тут, скорее, уже вопрос больше к вам, наверное, относительно того, что послужило основанием для того, чтобы человек начал от вас отдалять, что послужило для этого причиной, что послужило для этого поводом. Я думаю, что исследовать это можно, но только после того, как вы будете, ну, словно говоря, расспрощены, проинтервьюированы, да, вот, и, соответственно, будет в таком случае понятно, из-за чего мужчина решил отдалиться. Следующий момент. Вы проявили навязчивость. С чем это связано? С чем это связано? Как правило, всегда, что-то находится за навязчивостью. Как правило, всегда что-то лежит, нужно понять, что именно там находится. Страх, тревожность, какая-то потребность, желание решить определенную психологическую проблему. Вашу, я имею в виду, это нужно понять и увидеть. Только после этого можно говорить о том, что-то, чтобы вам помочь. Дальше идем. Чтобы вам вернуть все, как было необходимо. Ну, желательно, по крайней мере. Вернуть вашу модель поведения. То есть, необходимо, чтобы вы вели себя так, как вели себя раньше. И человек, скорее всего, опять к вам вернет. Следующий момент. Вы не предполагаете, что отношения могут закончиться. Ну, то есть, человек, действительно, может потерять к вам интерес. Это нормально. Подобная привязчивость с вашей стороны, на мой взгляд, является следствием потребностям решить какой-то конфликт. Который, к сожалению, скорее всего, не имеет отношения к мужчине. Вот. То есть, вы, ну, например, ну, боитесь, вот как это вот сказал мой коллега, да, Кудрышев Игорь Леонидович, боитесь быть брошенной, боитесь, что вас бросят, и, может быть, решается какую-то еще проблему с этим связанным. Соответственно, это не есть хорошо для отношений. Отношения по этой причине не могут выстраиваться. Корректно. Они не выстраиваются по, я бы сказал, такой не свободной траектории. То есть, по траектории, когда люди не чувствуют себя свободным. Когда люди не ощущают, что они ну, как-то вот могут, да, действовать так, как им хочется. Вот. Иными словами, если ваш молодой человек не ощущает себя с вами хорошо, если молодой человек не ощущает себя с вами свободным, то, естественно, на него это будет той или иной степени давить, конечно же. и ничего хорошего из этого не получится. Поэтому ваша, как мне, как мне представляется задача, заключается в том, чтобы стать свободной, или стать свободнее самой, и позволит сделать это в общем и целом мужчине. Ну, рядом с вами, в смысле, вот. вы ждете совета, ну ладно, вы ждете совет, на мой взгляд, то, что вы ждете совета, связано с тем, что вы себе, судя по тому, что я могу видеть, вы себе не доверяете. Если вы себе не доверяете, то необходимо учиться себе доверять. Вот. Сделать это вам поможет психолог, сделать это вам поможет психотерапевт. То есть на консультации вы как раз-таки сможете вот этой проблемой, скажем так, занять. Да? Вот. И постараться ее решить, точнее, не постараться решить эту проблему. Вот. Это не так, не так, а не так сложно. Вот. Главное, чтобы вы не старались решить за счет мужчины, да? Вот. Чтобы вы не старались решить за его счет свои проблемы. вот. Значит, ключевой момент в том, что вы описывали, заключается именно в том, что вы стали на человека давить. Это ключевой момент. Это ключевой момент. то есть выстрелы давить из каких-то эмоций, из каких-то чувств, из каких-то переживаний. и нужно постараться понять и увидеть, что это за переживание. Нужно постараться понять и увидеть, что это за значит чувство. и помочь вам с ними разобраться, помочь вам лучше с ними обходиться, скажем так. Да? Вот. Понимаете? какая штука. Вот такой ответ я бы мог вам сейчас предложить. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен, я желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам лучше разбираться в себе. Желаю вам всего самого доброго.